Давайте немножко поговорим о выращивании ягодных культур в защищенном грунте и возможности взаимодействия с производителями открытого грунта. Я хочу представить Оргу Васильевну Антипову, представителя Ассоциации Теплица России. Добрый день, дорогие коллеги. Я хотела бы вас поздравить с этим историческим днём, первым днём Международной конференции Ягоды России и с созданием Союза. Хочу вам пожелать сразу же здоровья, сил и, как тут говорили, борьбы. Хорошей борьбы, настоящей. И вы знаете, как тут тоже пословицы, кто не стучится, тому не открывают. А вы будете стучаться, наши двери будут открыты, и вы добьетесь очень всего многого и хорошего. Вы знаете, сейчас послушала доклад Ирины Ивановны и думаю, как мы с вами отличаемся по сравнению с защищенным грунтом. Если сказать, площадь защищенного грунта на сегодняшний день у нас составляет 2,5 тысячи гектаров. Из этих гектаров всего лишь полтора гектара у нас занято под выращиваемым земельником. Это совсем мизер. И это связано вот еще год, лет 5 тому назад, эта площадь составляла около 3 гектаров. И площади сокращаются. Почему? У нас с вами одна и та же проблема. У нас нет сортов земельники, особенно для выращивания малокомным способом. Но выращивать нам гораздо интересней и легче может быть, чем вам в открытом грунте. Что я хотела бы сказать? А можно как-то слайды? Пока я ищу слайды, остановлюсь на том, что земляника выращивается малокомным способом на подвесных лотках. Технологии и схемы совершенно разные, но результаты практически мы отличаемся тем от вас, что мы этот продукт выдаем круглогодично, за исключением одного месяца. То есть где-то в июле мы готовим теплицы, в августе сажаем и в сентябре уже начинаем получать землянику и в течение всего года. Значит, схемы выращивания земляники у нас практически почти одинаковые. Все они двустрочные, либо восьмистрочные. Но это все зависит от, в какой конструкции растет земляника. Либо это пролет 9,6 метров квадратных, либо это 8 метров квадратных. Есть система двухъяростная, я не могу, там надо показывать. Что у нас произошло с презентацией? Девушки нету. Потерялись. Она потеряла презентацию. Коллеги, будьте добры, найдите нам, пожалуйста, Ангелину. Все, 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 все. Все, все, все. Чего, боялась, что это произошло. Заблудились немножко, мы переставляли очередность докладов. По Союзу устав сейчас на регистрации в Минюсте. Должен выйти через 2 недели, мы все обопрекуем. Да, 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 обязательно. Сразу следующий. Не, нет, нет, это быстро. Первый сначала, да. Следующий. Следующий слайд. Вот это двухъярусная схема посадки в лотках на кокосовом субстрате. Субстрат мы взбираем совершенно разный. Это может быть органический, на основе торфа, с подмешиванием агроперлита. Либо это чистый кокос, либо это инсубстрат, либо это просто бывает агроперлит. Ну, с агроперлита мы практически все ушли, и поэтому выращивается в основном на органическом субстрате. Значит, теплица оснащена электродосвечиванием, это 15 300 метров квадратным. Имеется в теплице заштуривание, управление микрохлиматом, и реабилитационная система, под каждый костик земляники у нас подведена капельница. Подаем СО2 в размере 800 кпм. Дальше используем сульфураторы, за исключением, что вы сами понимаете, борьба с болезнями и вредителями идет у нас биологическим методом, а в случае старостой за счет только сульфуратора. Вот. Значит, почему площади еще сокращаются? Я уже сказала, что сортов, можно следующий слайд. Сортов очень мало. У нас всего используется лишь два сорта, родом из Италии, это Альсинора и Мурана. Вот. В разных, вот при всех разных схемах посадки, вот это Мульяновский восьмистрочный схема посадки на органическом субстрате при четырехгрядне. Следующий слайд. Значит, теплица здесь еще оснащена, надо сказать, системой до увлажнения, потому как в зимний период и на вредний период бывают проблемы, что невозможно держать влажность до 80%. Поэтому до увлажнения идет в нижнем ярусе под лотком. При первых посадках, вы видите, на каждом метре, это практически высаживается 10 кустиков земляники в шахматном порядке. И каждому кустику, я уже сказала, подводится, следующий подводится система капельного полива. Ну вот это вот, видите, первая волна цветения. Важно до цветения создать фитофон, который бы дали, способствовал получению здоровой продукции. Значит, первые вредители, это у нас бывают путинные клещи. Мы боремся биометодом выпуская фитосейлюса. При с корневыми гнилями мы через каждые 14 дней пускаем привикург. Естественно, подкормка идет из растворного зла только минералопытательным раствором, что позволяет управлять выходом урожайности. При цветении убираются все корявые цветы, и далее выщипываются уже созревшие ягоды, деформированные, тем самым повышаем качество этой продукции. Следующий слайд. Значит, следующая схема посадки, теперь пятигрядный, это тоже восьмистрочная схема посадки. Видите, они сдвоенные. Здесь уже есть подлодковое отопление, и вот что внизу, рельсов трубопроводы проходят с отоплением, обязательно здесь, они используются еще и в качестве, ставятся тележки и собираются спор ягод. Это на минераловатом субстрате. Значит, чем отличается технология от минераловатного субстрата, от органического? Если органический субстрат очень много что-то прощает, период, когда можно, особенно в летний период, где-то недолить, то органика это сохраняет, то минераловатым субстратом надо работать очень аккуратно. То есть тут зависит все, что ты получишь. Следующее. Вот эта технология, она, схема посадки тоже в лотках пластиковых, это вот самая, наверное, распространенная, чем она отличается от тех. Если там у нас используют на подвесных лотках метровые мешки с субстратом того или иного вида, да, то здесь используют пластиковые емкости. В каждую емкость сажают по два рожка. В случае заражения или в случае какой-то непредвиденной заболевания или вредителей, можно легко удалить целую такой, будем говорить, емкость и не будем обрабатывать целую площадь земляники. Следующее. Ну вот так тут вот показано. Это была обработка и выщипывание этих растительных усов и сформирование цветоносов. Далее вот пошли такие вот ягоды. Это как раз муран. Следующее. Приблизительно, вот так распределение идет, это вот показано из расчета, что мы получаем 13 килограмм с метра квадратного в течение всего года. То есть 18,2 тонн. У вас видите, какие громадные цифры вы привозите? Там 2000 тонн. А мы всего из еще одного грунта ягод даем до 300 тонн всего лишь. Поэтому у нас есть куда расти. Вопросы интересные. Скажу, что земляника, она у нас рентабильна во всех хозяйствах и составляет от 15 до 30 процентов. Следующий слайд. Ну вот взаимодействие с нашим открытым динамом. Следующий. Поскольку, следующий слайд. Поскольку я еще представляю фирму Агротип, это коммерческая фирма, агроинжиниринг производства. Следующий. Я хочу сказать, что нашей фирме 25 лет. И за эти 25 лет мы построили около 200 гектар зимних теплиц. У нас имеется своя строительная компания. Мы выпускаем свою конструкцию, металлоконструкцию теплиц. Имеется КБ. Мы ведем агротехническое сопровождение. Мы выпускаем различные оборудования, как для торговых центров, так и для тепличных комбинатов. Одним из достижений первоначальной нашей деятельности это было создание рассадно-салатных комплексов. Но я хочу остановиться на наших салатных комплексах, где выращивание различных овощных, цветочных, ягодных, декоративных культур ведется методом прилив-отлив, так называемых. То есть рассадное отделение оснащено вот такими установками гидрофонными стеллажными, на которых находится коллекционный пластиковый поддон, на который подается раствор. И надо сказать, что мы единственные, которые выработали такой алгоритм, где раствор на этих столах может задерживаться. В Европе такой функции ни у кого нет. Значит, обычно прилив, сразу подали раствор, и он тут же сливается. Мы можем его задерживать на сутки, на двое. Следующий слайд. Вот такие рассадные комплексы, они многофункциональные. То есть они были задуманы действительно в составе тепличных комбинатов для выращивания рассады основных овощных культур, то есть огурца, томата. Но поскольку в площади они занимают практически около, ну, будем говорить, на 6 гитар, это 3000 метров квадратных, и простаивать такие к такому сооружению, это было преступление. Нашими специалистами были разработаны круглогодичные культура обороты, где можно было использовать такие рассадные комплексы в течение всего года. Ну, что касается ягодной сферы деятельности, мы попробовали вот в таких вот литровых горшках выращивать ремонтантную земляничку для населения. Получалось очень неплохо, спрос шел большой. Затем мы стали работать с первыми. Следующий слайд. Еще следующий. Вот так она выглядела. А здесь вот у нас был такой опыт вырастить ту же землянику на товарного, до товарного вида и пустить ее в реализацию. Это как раз вот мурана на полуторалитровых горшках на рассадных комплексах. Но хочу сказать, выход, конечно, 3-4 килограмма с метра квадратного, это, конечно, неэффективно. Пока эту технологию забросили и решили, что лучше выращивать для населения, доращивать. Вот, кстати, та же рассада фрига, которую мы бы могли на этих рассадных комплексах и мы вам дали готовить после этого. Следующий слайд. Вот так выглядела наша куника. Семенника. Следующая. То, что вот позволяет рассадные комплексы, то есть не только выращивать земляничную, это еще и цветочная культура, однолетняя культура. Выход очень большой. Очень хорошо нас поддержали фермы, которые выращивают капусту. И вот максимальный выход продукции с метра квадратного. То есть огурец и томат в зависимости от сезона можно до 45. Можно вернуться к слайду еще. Значит, можно выращивать от 45 до 120 штук. Предпоследний. Следующий. Да, вот этот. Томатов 25-50. Видите, земляный салат, в принципе, вот то, что используют у нас в защищенном грунте после выращивания основной культуры томата огурца при помощи кассет вкладыш, который тоже производит ферма Агуртин, выращивают зеленые культуры. Это салат и петрушка, укроп, оставшиеся все зеленые культуры. Если этот рынок спросом не пользуется, они переходят на кассетную технологию, которую разработали наши специалисты, кассетную технологию, выгонки редиса, значит, горшечных цветов, выгонки тюльпанов. То есть вы понимаете, что рассадное отделение это действительно самостоятельная структура, которая живет отдельной жизнью и принесет рентабельность к тепличным комбинатам. Ну, вот, наверное, все, что я вам хотела доложить. В преддверии, наверное, 23 февраля, так как поздравить всех мужчин с наступающим праздником, пожелать всем здоровья, успехов и благополучия. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Вопросы в зале есть? А можно? Да, пожалуйста. Хотите, там тоннаж у вас. Че-че-че, секундочку. Давайте там пойдем к вопросу, вам сейчас. Это тоннаж с 1300 метров. А какие вазовые цифры на эксплуатацию такой площади? И рентабельность? И какие сроки окупаемости? Вы знаете, значит, срок окупаемости в течение, если начиная прям со строительства теплицы, да, и со всего поставки оборудования, то срок окупаемости в течение 4-5 лет. Вот. Себестоимость земляники, она получается у нас в районе где-то 80-60 рублей, наверное, вот так, первые годы. Спасибо. Да, вот там вопрос. Да, можно просто вопрос. Когда у вас два уровня, значит... Двухъярусная? Двухъярусная, да. Есть разница урожайности между ярусами? Вот о чем я вам сказала, что нет, практически разница небольшая. Она составляет где-то около 1,5-2 килограмм. Ну, конечно, это может быть и существенно, но в зависимости от года. Понимаете, управление микроклиматом, оно же еще не обязательно, что это досветка идет 15 тысяч люкс, мы все-таки ориентируемся с вами на приход солнечной радиации и работаем поджогли. А территориально где? Территориально это у нас находятся в Приволжске, то есть, да, Приволжске, федеральный округ и центральный округ. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо, еще вопроса. Всем у меня еще какой-нибудь вопрос. Вы сказали, что сорта, в которых вы работаете, вас не устраивает. Это вы сорта использовали, вот прям их привезли, посмотрели картинки, привезли и начали выращивать. Нет. Или у вас проводился какой-то опыт? На самом деле, чего вы взяли эти сорта для выращивания в этих регионах? Значит, Ивана, мы, значит, что делали? Хозяйства, те, которые занимались земляникой, они, естественно, также, я не знаю, сорта участка, говорит, у нас каждое хозяйство тепличное, они имеют свой сорта участок, все, в принципе, это как бы проходы. Вот я в Агротипе, мы, конечно, земляники особо как бы не занимались, это просто как бы накопленный опыт и степлица России, да, но хочу сказать, у нас есть кабинет, горки десятые, это, который выращивают, примерно, около гектара этой земляники, вот, они не гонятся за урожайность и прочее. Там сеть своих ресторанов, которые, я вас плату, понимаете, да, вот, там, значит, они ведут селекцию на, вернее, сортоиспытания, на вкусовые качества и на запах, да, а то, что касается наших хозяйств, конечно, пересмотрели очень много и наших отечественных сортов и зарубежных, и остановились, естественно, только на двух, и причем все хозяйства только на двух. Еще вот такой вопрос, назовите, пожалуйста, те не регионы, но те хозяйства, которые несколько лет уже выращивают в землянику. Ну, вот у нас Ульяновский, Майский, это Татарстан, Ульяновск, понятно, город Ульяновск, вот, Уфа, Татарстан, ну, и горки десятые. Ну, наверное, на данном этапе нельзя говорить о промышленной производстве. Пока это не очень... Конечно, я вам сказала, что у нас, видите, какой... Всего гектара, это вообще от двух тысяч, никак. У нас, естественно, есть куда расти, и я думаю, что если появится в ближайшее время действительно постанавливающие документы, которые можно вот обойти, и, кстати, вы сами знаете, да, мы ведем эту мурану и говорим, что это зенка Зенгана, да, или еще что-нибудь. Это же... Это просто вред. И когда нас действительно... Если мы с вами еще и в единую сели вместе с теплицами России, и чего-то подобьемся, конечно, площадь будет расширять. Ну, понятно, мы тоже готовы сотрудничество, уже есть опыт, поэтому мурана, это, конечно, хороший сорт, да? Да. Но это, как я говорю, это не идеальный, и неизменно столько, поэтому можно спокойно работать с другими. А за руку какие возможности выйти на лимфы? И еще вот у меня такой вопрос, я думаю, всем будет интересно. Вот все-таки строительство теплицы, какова стоимость, допустим, одного гектара теплицы со стеллажами, с подсветкой, насколько я понимаю, да? Далее, ну, вот, субсад можно тоже там, и плюс ко всему этому, ну, посадочный материал. То есть со всеми затратами. Сколько стоит за один гектар? Вы знаете, я вам могу назвать все эти цифры, но у нас здесь президент Ассоциации теплицы России, я думаю, не буду его хлеб отнимать, да, и вы можете, вот он нам скажет, сколько досветкой гектар стоит, сколько без досветки абсолютно, да? Сколько с энергоцентрами, если их нету стоит, и сколько без энергоцентров? Аркадьевич, вот дайте, пожалуйста, микрофон. Микрофончик, дайте, да, пожалуйста. Жалко. Жалко мне встать. Знаете, такой вопрос, который, как обычно, остается без ответа. Не потому, что какие-то там секреты. Дело в том, что любой проект тепличный, с любой культуры начинается с технического задания, что мы хотим получить, вот, какая культура, потом где делается предпроектная подготовка, вот. Идея считается, как мы называем, сводная сметная расчета. Я вам могу назвать стоимости вот теплиц, которые, ну, они схожи, вот, допустим, конструктив и набор оборудования, которые теплицы овощных и вот для выращивания клубники, я так по старинке, привет уже, семейники, вот, по набору, значит, они похожи, значит, похожи. Разбросы очень большие. Вот я вам скажу так, что вот то, что сейчас субсидируют и льготные кредиты Минсервис господдержит, разброс цены идет, если с пересчетами гектара, с досветкой, ну, поскольку мы на землянике досветку более слабую даем, чем на курцах, на курцах мы, я вам назову, в электрической мощности на метр, квадратный, вот, ну, в оккурце берут огромную мощность, это 2 мегаватта на гектар, то есть, 200 ватт на метр квадратный. То есть, на выращивании земляники мы можем обойтись мощностью электрической в 120 ватт. Значит, в районе, в районе, ну, в зависимости от комплектации, от 150 до 200 миллионов рублей за гектар. Вот, примерно. Можно, если очень постараться и аккуратно работать, можно дешевле сделать, вот, ну, в принципе, вот, в районе, 160, это нормально. Ну, 140 нужно сделать, если это не постараться. Да, еще, это такой подбор оборудования, если мы, допустим, будем брать дорогущие светильники, импортные, это одна цена, вот, если мы будем использовать наши отечественные оборудования, досвеченные, то есть, примерно, в два раза меньше. так что вот так, где-то 140, 190 миллионов рублей. Это, я называю, капитальные, зимние, круглогодичные теплицы. Если мы будем размещать комплекс выращивания земляники там в пленочной теплице, в более дешевых конструкциях, то я думаю, что можно опуститься за цены и в 120 миллионов. Спасибо большое. Спасибо. Еще у меня вот такой вопрос. Вот вы там сказали, что выращивание на органическом субстрате с участием переговора имеется в виду, да? Нет, это на основе верхового торфа и плюс 40% агрокомитра. И в этих условиях вы каждые две недели даете его препарат от корневой гнили? Да. И встает тогда вопрос. А ягода какого качества? Ягода хорошая. Вы делаете качество? Ягода хорошая. Вы проводите, потому что что такое препарат? Нора это препарат, который очень важен. Понимаете, если через каждую две недели могу... Понимаете, лучше меньше, да лучше. Нора симформа очень маленькая, поэтому здесь просто поддержали. И мало того, если мы видим, что этого не надо делать, то мы его в принципе не дарим. А ворот, стимулируем применимую систему, это теми же природными препаратами в основном. Это этамон, понятно, цифон, нету, вы такого не примените. А доцветения это биологические препараты, о чем мы тоже говорим. кто Зоя рассказывала, что пробовала и в открытом муниципе это, конечно, увидеть очень тяжело, в защитном муниципе это увидеть гораздо быстрее и лучше. В семьде уже эффект, что мы применяем. Спасибо большое, спасибо за подобную информацию. Спасибо.